Приветствую вас и, к сожалению, уникального способа, средства того, чтобы вернуть вашего мужа, у нас нет. Потому что нельзя заставить человека против его воли сделать то, к чему он сам, например, не расположен. Но вы знаете, я думаю, что у того, что произошло с вами, есть не то чтобы закономерность, у этого есть причина. Понимаете, у вас с мужем есть проблемы. И проблемы эти начались, скажем, это не странно, не с вами. Проблемы эти начались с мужа, когда он, условно говоря, начал играть в компьютерные игры, оставляя вас без внимания. И вот знаете, ваше поведение в этой ситуации, оно, на мой взгляд, достаточно показательно. И вот с какой стороны вы терпели, ругались с мужем, да, ругались по поводу того, что он постоянно играет, вам там никакого внимания не уделяет и так далее. Вы ругались, вы ругались, это понятно. Но подобное ни к чему не привело. Вообще ни к чему, ни к чему. Абсолютно. Вы, по сути дела, остались одна. И мужчина вас, условно говоря, спровоцировал. Я не побоюсь этого слова. Он действительно вас провоцировал на то, чтобы вот это произошло. И вы сделали, вы изменили ему, вы там общались на сайтах, знакомствах и так далее, потому, что он своим поведением заставил чувствовать вас себя непривлекательным. Вы чувствовали, что вы не нужны ему. Вы испытывали дефицит внимания. И вместо того, чтобы от него уйти, вместо того, чтобы честно сказать ему, что терпеть такой ненамеренный, да, вы начали получать то, что вам нужно, ну, в обход него. И, конечно, короче, мы из этого ничего не учим. И давайте мы все-таки для начала будем работать над тем, чтобы повышать вашу самооценку и гордость. То, что мужчина вас выгнал, то, как он себя повел, реагируя на вашу измену, это понятно. Он не мог встретить ваше действие тепло. Тут вы правы. Но и глупо было бы с его стороны не признавать и его ответственность за то, что произошло. Но он этого, конечно же, не делает. Мужчина не признает свою вину. Получается, что эту вину, по его мнению, должны признать только вы. О том, что это, в принципе, неправильно, я, надеюсь, говорить не нужно. Но вы, наверное, со мной не согласитесь относительно этого аспекта, потому что, ну, вероятно, вы считаете, что вы одна виновата. И вот до тех пор, пока вы будете считать так, что вы только одна виновата в том, что произошло, ну, на самом деле, своего мужчину вы не вернете. Или вернете, но на его условиях. И эти условия будут едва ли лучше тех, которые были раньше. То есть, если раньше, когда у вас все было относительно хорошо, мужчина играл, постоянно выиграл и вам не уделял внимания, то сейчас, я думаю, будет все еще хуже. И вы спросите себя, вам такая жизнь вообще-то нужна? Вы спросите себя, вот вы пишете, я хочу быть с мужем, я не смогу без него жить. А почему вы не сможете без него жить? Почему у вас такая сильная зависимость от человека, который при этом к вам относится очень-очень пренебрежительно, который не реагирует на вас, не обращает внимания на ваши желания и так далее. Почему? Вот о чем в первую очередь нужно вам подумать. И да, конечно, вы поступили, может быть, не очень хорошо, но в чем именно вы поступили не очень хорошо. Думаю, ваши изменения в данном случае являются определенной закономерностью, определенной реакцией на поведение мужчины. и вы поступить иначе в вашей ситуации не могли. Мужчина не мог не видеть, что вам нужна внимание, ласка, тепло, забота, он этого не мог не видеть. Но он на это предпочитал закрыть глаза. Видимо, потому, что думал, раз вы дождались его из армии, то, значит, вы полностью ему принадлежите. Но эта позиция является неправильной. И так к вам относиться у него нет никаких совершенно оснований. Тем не менее, он это делал. Тем не менее, он именно так к вам относился. И именно поэтому у вас произошло то, что произошло. Давайте попробуем выстроить определенную схему поведения, как вам можно себя вести в этой ситуации, чтобы молодого человека своего вернуть. Ну, пожалуй, во-первых, для себя вам нужно сказать так. И здесь я соглашусь со своим коллегой, что вы недостаточно сильно себя любите, недостаточно себя цените, и вы, наверное, сомневаетесь в том, что вы достойны, вообще говоря, хорошего, нормального мужского отношения к себе. Если это так, то с этим нужно бороться. Эту установку нужно убирать, потому что она ни к чему хорошему не приведет. Она уже привела к тому, что вы с мужем со своим разошлись, и, поверьте, ничего хорошего вообще в этом нет. Дальше. Дальше вам необходимо менять свои приоритеты и ценности. То есть, возможно, немного более лучше заявлять о своих желаниях. Возможно, немного более настойчивее, более откровенно требовать, чтобы они исполнялись. И главное, не считать, не думать, что вы совершили что-то совсем уж плохое. И еще раз. Нельзя полностью брать на себя вину за то, что произошло. Измена – это в данном случае не только ваша вина. Это ответственность вашего мужа. И если ваш муж эту ответственность в итоге не признает, то хорошие семьи у вас не получатся. Это первый важный момент. Дальше. А сколько вы говорите, что без мужчины вы не сможете жить, то, как я уже вам сказал, имеет место возможная зависимость. Но природа этой зависимости, то есть, ради чего и почему вы так сильно к мужчине привязаны, что вот даже, грубо говоря, он вас выгнал, а вы все равно хотите с ним быть. Ради чего и почему вы с ним? Почему вы так сильно от него зависите? В чем эта зависимость выражается? Вам нужно перестать быть от него зависимым, вам нужно быть свободным, освободиться от него. Это едва ли не главное, если вам нужно сделать. Без этого будет сложно и тяжело выстраивать полноценные, равноправные, скажем так, отношения. Потому что, ну, отношения приносят удовольствие и радость тогда, когда люди в них чувствуют себя комфортно. Вы себя чувствовали в отношениях с мужем до измены. Ну, не сказать, чтобы комфортно. Надеюсь, с этим вы не будете спорить. Нет ничего комфортного в том, чтобы не получать удовольствия, не получать своего внимания, должного внимания от человека, который живет с вами. Нет в этом ничего хорошего. Значит, этот момент необходимо исправлять. А исправлять вы можете только в том случае, если не будете считать себя хуже своего мужчины. И тогда получается, что чтобы вернуть своего мужа, и чтобы ваши отношения были, условно говоря, хорошими, там, правильными, искренними, теплыми, равноправными, вам нужно меняться. И меняться в первую очередь в ту сторону, чтобы адекватно оценивать ответственность каждого из вас в этой ситуации. А она разделена, ну, поровну, если не сказать, наверное, даже, что вина в большей степени вежит на мужчин. Ну, мы это опустим, потому что понятно, что, в общем-то, подобная точка зрения, она ни к чему не приведет. А вот удваливание всей ответственности на себя не является правильным. Вот, в принципе, то, что может вам помочь решить вашу проблему молодым человеком, вашему мужу. Теперь дальше. Вы пишете, что мужчина выгнал вас из дома и запретил общаться с подругами. Я понимаю, что вы находились, ну, вы находитесь значит, в определенном эмоциональном стрессе сейчас. Но в этом есть некоторое противоречие, наблюдается некоторое противоречие. Зачем мужчине выгонять вас из дома и при этом запрещать вам общаться с подругами? Ведь если он вас выгнал, значит, он же с вами быть не хочет. И ему, по идее, все равно, с кем вы общаетесь. Значит, раз он запретил общаться с подругами, значит, чему-то он хочет вас научить. Возникает вопрос, к чему. И так ли, и так ли в действительности у вас, ну, в будущем ничего не может быть. поскольку этот момент достаточно противоречивый, то мне бы хотелось, чтобы вы его, ну, немного прояснили, потому что на самом деле он не очень понятно. зачем мужчина выгоняет вас из дома, а потом запрещает общаться с подругами. То есть, тут либо вы что-то неправильно поняли, либо у мужчины есть достаточно серьезный план, который он собирается воплотить в жизнь, чтобы вас, например, проучить еще больше подчинить. Ага, конечно, подчинение это не есть хорошо. И мне бы хотелось вам помочь, чтобы вы не были в отношениях на позиции подчиненного. Но в конце концов все определяется вашим желанием. И если вы хотите к мужу вернуться на его условиях, если вы не против вот этого вот подчиненного положения, то в этом случае вам можно сказать только одно, а именно станьте той женщиной, которая ему нужна. Но вот что делать с вашими желаниями? Что делать с вашими потребностями? Что делать с тем, что мужчина, еще когда все было хорошо, не обращал на вас никакого внимания? И это, скорее всего, никуда не уйдет. Что делать с этим? На этот вопрос вам нужно еще найти ответ и прийти к какому-то решению отначитывания на него. Потому что если решения никакого вы не найдете, то а зачем вам тогда такие отношения, зачем вам такой мужчина, который раньше не особо ценил вас, а после произошедшего тем более цель не будет. Вот об этом нужно вам как следует подумать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.